Здравствуйте, дорогие друзья! У меня сегодня будет такое неноживое видео, в котором мы с вами поговорим о скоростях мобильного интернета в разное время суток в разных точках Новосибирска. Возникла у меня такая неожиданная для меня лично задача. Я решил, что мне совершенно необходимо иметь возможность нормального, полноценного, по крайней мере, в плане скорости, которая мне может быть нужна, доступа в интернет без привязки жесткой к линиям таволоконной связи. Такая вот у меня есть цель, поэтому в кадре сегодня будет два телефона. На айфоне у меня установлена карта компании Мегафон, на самсунге установлена карта компании МТС. Мы сегодня с помощью программы Speedtest в разных местах и в разное время суток будем тестировать скорости мобильной сети, именно на передачу данных, вот с помощью вот этой вот программы. Ну и, видимо, я в кадре время от времени буду показывать компьютер еще. Давайте, наверное, начнем. Первая точка, где я это делаю, вот она сейчас на карте. Ну вот и так, Speedtest я запустил на обоих телефонах. Напомню, что здесь у меня Мегафон, здесь МТС. Давайте начнем проверку скорости связи и там и там. Одно программное обеспечение, совершенно в одном месте все будет происходить на ваших глазах. Половина девятого утра, суббота. МТС уже закончил тест, а вот его закончил Мегафон. Ну, я думаю, что выводы мы пока делать никакие не будем, да? Цифры в кадре, как мне кажется, достаточно хорошо видны. Давайте следующую позицию посмотрим. Такой чудесный вид через стекло моего автомобиля. Выглядит это, конечно, немного, как будто это вдалеке, но тем не менее, это одно из достаточно центральных мест Новосибирска, район метро Октябрьска. Давайте тестировать. Итак, два аппарата со старыми результатами. Включаем, тестировать снова и снова. Итак, вот такие результаты. Поехали дальше. Хотел встать у НГПО, однако парковки рядом не оказалось. Так, ну все-таки кто-то отъехал, я встал. Давайте поснимаем район педагогического университета. Так, ну что, тестируем снова. Результаты фиксируем. Поехали дальше. А это Новосибирский планетарий рядом. И вот такой трансформер. Давайте поснимаем здесь показания скорости мобильного интернета. Мы на довольно высокой точке города находимся, как можете вы видеть сейчас. Условия те же. МТС, Мегафон. Поехали. Вот это ничего себе. Ну вот такие вот результаты. Вообще, если честно, прямо-таки удивительные. По-другому и не скажешь. Поехали дальше. Вот здесь-то нам и стоит по мере скорость мобильного интернета. Это технопарк. Итак, предыдущие результаты район Новосибирского технопарка мы теперь тестируем в Академгородке. Близкое и дорогое моему сердцу место. Посмотрим, как здесь с мобильным интернетом. В районе половины десятого утра время. Я потом постараюсь еще отснять немного в более поздние часы. Итак, вот результаты. Напоминаю, что на телефоне Samsung у меня МТС. На айфоне Мегафон. Сейчас изображу другого новосибирского блогера. Я, как Лемешев сейчас такой. Я люблю тебя, мой милый город. Мой Новосибирск. Радуй. Вот. Подъезжаю к тому месту, которое является моим главным, вообще говоря, приоритетом в плане тестирования возможности наличия. Там нормальной беспроводной связи. Ну, собственно, теперь вот ради чего все это затеяно. На самом деле, главный вопрос у меня был такой. Существует у моих родителей вот такой вот загородный дом. Приобрел вот такой вот внешний вид. Он находится в зоне, от которой до мест покрытия официального, по крайней мере, сетей 4G и МТС и Мегафон приблизительно километров 6. И вот мне хотелось здесь посмотреть, какая тут будет связь. То есть, ну, понятно, что со связью МТС это мой собственный телефон. Я знаю, что здесь не очень дело обстоит. Ну, вот сейчас посмотрим, как здесь с Мегафоном. Потому что мне в этом месте нужно как-то обеспечить интернет. А интернета проводного здесь нет и не предвидится, по всей видимости. Ну, вот давайте поэтому сейчас поглядим, какие скорости будут здесь. Вот карта. Смотрим. Так, ну, вот очередной раз у меня в руках два телефона, ставших героями сегодняшнего видео. Здесь мы будем тестировать связь компании Мегафон в том месте, который меня интересует. А вот здесь компания МТС. Посмотрим, что тут с мобильным интернетом. Там, где те и другие официальное покрытие не обеспечивают. Ну, что, смотрим на результаты. Вот это самое главное. Если МТС здесь на получение выдает приблизительно 0,6 мегабита, а на передачу приблизительно 0,7, то у Мегафона в этом месте 1,65 и 3,91. Да, выливать, наверное, видео на YouTube мне придется довольно долго отсюда. Но, по крайней мере, вероятно, его можно смотреть при необходимости. Давайте попробую это сделать сейчас. Ну, в общем, как мы можем видеть, видео идет вполне себе без всяких задержек. Что лично меня крайне-крайне сильно радует. Потому что вообще это прямо мне просто необходимо совершенно было, чтобы здесь был нормальный интернет. Теперь понимаю, как его организовать. Давайте еще одну вещь посмотрим. Я сейчас попробую через мобильную точку доступа подключить компьютер. Насколько это будет работать на большом компьютере, какие там будут скорости спидтестом показаны. Так, ну вот можете видеть, здесь единственная сеть, которая сейчас подключена, это сеть с того айфона, который вы сейчас видели. Собственно говоря, вот он. Вот он тоже в кадре. Это мобильная точка доступа. Давайте, собственно, спидтест здесь запустим на компьютере. и посмотрим, какие скорости он выдаст. Так, друзья, ну вот он спидтест. Сейчас я постараюсь его запустить, чтобы вам это видно было, как это происходит. Давайте поглядим. Меня так предупреждали, что теоретически, вот при таком способе, связь может некоторым образом, ну, быть не такой быстрой, как на самом телефоне. Сейчас посмотрим, насколько это так. Так, 1076. Ничего себе. Вот такие результаты мы здесь имеем на компьютере. Ну, я думаю, что вполне удовлетворительно, но давайте, наверное, попробуем отсюда еще и YouTube посмотреть. Ну, а теперь мы поехали из Академгородка обратно в город. Тоже поостанавливаюсь, кое-где потестируем связь. Посмотрим, может быть, от времени суток как-то меняются показатели. Было бы любопытно. На улице Большевистская, около Новосибирского инструментального завода, я остановился. Сейчас проверим, проверим, какая связь у нас тут. Поехали. Итак, цифры. Попробую на ходу поснимать. Мегафон. МТС. Улица Дуси Ковальчук. Примерно полвторого дня. Давайте посмотрим. Здесь начнем проверку и тут. Тестировать снова, что он тут покажет. Цифры. Сами все видите. Когда у меня возникла идея этого видео, я, честно говоря, думал, что будет своего рода такой батл. Что можно будет потом анализировать информацию, смотреть в каких местах, какая связь была лучше. Определиться все-таки с вопросом, какую связь мне поставить в доме у родителей и прочее, и прочее, и прочее. Но сейчас я понимаю, что никакого смысла в этой информации нет. Потому что, если сколько-нибудь сопоставимой скорости мой МТСовский телефон выдавал, ну, в первой паре-тройке тестов, то дальше разницы стали такими, что, честно говоря, обсуждать эту статистику просто совершенно невозможно. Я думаю, что те, кто видео смотрел целиком, сами все видели. Поэтому предоставлю выводы делать зрителям самим. Надеюсь, что вам это было интересно. Большое спасибо за просмотр. Пока.